Это РЖД ТВ и наш проект «Золотой человек», в котором мы рассказываем о железнодорожниках с большой буквы, о главном богатстве нашей компании ООО «РЖД». И сегодня с нами Александр Боронин, мастер строительно-монтажных работ ПЧИСО «Крас-ЖД». Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и присоединились к нам в этой онлайн-беседе. Давайте начнем вот буквально-таки с самого начала. Как железная дорога вошла в вашу жизнь? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, в 99-м году я поступил в колледж железнодорожного транспорта. Закончил его. После окончания железнодорожного колледжа поступил сразу же в Иркутский институт железнодорожного транспорта. Закончил и пошел работать по специальности, по направлению. Так, в 2006 году я пришел на предприятие. Это город Тайшет. ПМС-67. Должности технолога. А вы знаете, так бывает, что вот когда идешь получать образование, в процессе понимаешь, по крайней мере, со мной так было. Что-то это немножко не мое. Я сам инженер, а по факту стал работником СМИ. У вас как было? Вы вот в процессе обучения понимали, что, о, мне это правда интересно? Ну да, так оно и было. В принципе, меня всегда интересовала больше вот эта работа с чертежами, допустим, с механизмами как-то. Больше привлекала, чем гуманитарная часть этого процесса. А вы с 2006 на железной дороге и ремонт, реконструкция мостов, тоннелей, водопропускных труб, вот это вот ваша специализация. А можете сказать, когда и за что вы полюбили вот эту свою работу? Вы же полюбили ее, очевидно? Да, можно сказать, полюбил-то сразу практически. Как пришел, сразу заинтересовалось. Мне весь процесс интересен был, как все развивалось, что постоянно нету монотонной работы. Я, может быть, сказать, по своему складу бы не смог работать на каких-то конвейерах. Постоянно что-то новое узнаешь, постоянно меняется. Разные подходы к выполнению разных задач. А насколько я понял, каждое сооружение, с которым вы работаете, имеет свое проектное решение. И таких сооружений на вашей дороге сотни и тысячи. Вот получается, вы каждый раз сталкиваетесь с какой-то новой задачей. И насколько это сложно? Не, ну, имея опыт, конечно, подходы, в принципе, сооружения разные. Пути решения как бы можно найти ко всем. Изучить внимательно проект, как это выполнить, как это уже представление имеется, конечно. Какие-то стандартные. Посоветоваться со старшими товарищами, как они в свое время как-то решали эти же проблемы. Про коллектив я еще хотел попозже с вами поговорить. А сейчас хотел спросить по поводу того, вот эта вот ответственность, на самом деле, в сложные инженерные железнодорожные сооружения, с которыми вы работаете, вот эта вот ответственность достаточно серьезная, она давит или наоборот держит в тонусе и как бы стимулирует, и так вот позволяет там творить? Скорее всего, стимулирует и воспитывает в себе ответственность и ставит какие-то рамки, в которые ты не можешь отступить. А можете вспомнить первый серьезный проект, к которому вы приступили, и где вам пришлось, ну, может, поломать голову или попросить чего-то совета, или наоборот, вы нашли какое-то решение и были довольны собой и решили, да, я уже здесь кое-что понимаю и могу. Ну, как-то таких серьезных-то в основном не было, в основном всегда, если какие-то возникали, даже когда раньше была проблема, обращался к старшим товарищам, помогали, скорее всего, даже доходчиво объясняли, как вот это сделать. Кто были ваши менторы, кто были вот эти вот старшие коллеги, которые вас, ну, уже на практике, да, наверное, направляли? Ну, обычно мастера, бригадера, которые непосредственно работают в поле, которые больше трогают всех, вот эти сооружения непосредственно, кто работал с ними. Вообще, работа в команде, почему это важно? Это очень важно, но почему, вот с вашей точки зрения? Ну, во-первых, работа в команде, каждый отвечает за свой участок. Допустим, мастера отвечают непосредственно за работу, руководители отвечают за организацию работы, за те же то-то снабжения, отвечают за поставки материалов, которые должны прийти. Технические работники отвечают за техническую документацию, проектность, документация. То есть, как бы, без маленького, даже того же кладовщика, допустим, мы не выполним такой объем работы. Каждый должен делать свою работу и должен делать ее хорошо. Поэтому мы и говорим, что, в принципе, работа в компании – это работа в команде, и это очень важно. Здесь мы представляем собой коллектив и новые специалисты, которые приходят. Вот тема наставничества в ОРЖД, она очень важна и уделяется особое внимание. Я знаю, что у вас ежегодно тоже десятки молодых специалистов практикуются, и вы им передаете уже свой опыт, оглядываясь на те годы, которые вы провели на железной дороге. Как вы в этом смысле себя ощущаете теперь, когда делитесь опытом? Уже, наверное, с той стороны тех людей, которые учили тебя в свое время, показывали, как правильно взять лопату элементарно, держать. Я имею в виду, может, утрирую так. Ну, скорее всего, да, как подойти к решению каких-то вопросов? Также подсказываешь им, что можешь. Если кто-то что-то делает неправильно, подскажешь, как проще, как быстрее это сделать. Да, приходит много людей постоянно. Всех приходит, надо будет обучать. Если мы не обучим в институтах, этому не научатся. О, да, на практике это все познается куда быстрее, и это, конечно, полезнее. А что вы можете сказать про вот этих вот молодых ребят, которые приходят? Кто они и как быстро они учатся делу? Чем они отличаются, например, от вас, когда вы молодым специалистом пришли на железную дорогу? Ну, мое мнение личное, да ничем они не отличаются. Они такие же все приходили, как и мы в свое время. Также приходили, много что не знали. Все мы были такие же. И, с одной стороны, при понимании вот этого вопроса, что ты когда-то тоже был такой же, и помогаешь им в своей сфере. И, возможно, и дети твои придут, ну, может, на железную дорогу. Тоже должен кто-то им показать, передать этот опыт. Что касается вашей семьи, вы потомственный железнодорожник или первым начали вот этот вот путь? Потомственный железнодорожник. У меня мать работала на железной дороге, всю жизнь отработала, закончила она тоже. Техникум Читинский железнодорожного транспорта. И 34 года отдала на предприятие. Отец работал в свое время тоже на железной дороге. Так что я как бы второе покорение. Продолжатель династии. Собираетесь ли вы поддерживать в своих детях это начинание? Если они сделают такой выбор, я возражать не буду. Только поставлю, подскажу, на какую лучше постановиться профессии. Может, только в таком плане всего лишь. А вообще, как в семье? Я слышал, что в семье потомственных железнодорожников какое-то особое трепетное отношение к железной дороге. Как у вас? Ну, скорее всего, может быть трепетное. В том, что ты ее понимаешь, железную дорогу, больше снутри, чем обыкновенный нежный дорожник. В принципе, так же и относимся к ней уважительно. А что касается свободного времени, наверняка тоже у вас оно имеется. Помимо работы, чем еще увлекаетесь? Что вам доставляет удовольствие? Ну, с вас в свободное время играем. Занимаемся в субботу, в воскресенье, ну, в футбол. Схватает времени, то есть свободного, помимо работы, еще есть чем заняться? Есть. Есть. Отлично. Спасибо большое. Спасибо большое. Благодаря настоящим профессионалам российские железные дороги двигаются вперед, и идет преемственность поколений, это все очень правильно. Привет вам, привет всей вашей семье железнодорожной. Спасибо большое, что нашли время. И удачи вам в жизни и в работе, конечно, тоже. Это «Золотой человек», проект РЖД-ТВ. Мы продолжаем. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин